Дорогие друзья, я представляю вам моего гостя. Это Нурлан Тулебергенович Архабаев, исполняющий обязанности руководителя государственного архитектурно-строительного контроля по Южно-Казахстанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Нурлан Тулебергенович, ну первый вопрос. Сейчас, буквально вчера к нам позвонила женщина и сказала, вот у нас сосед затеял перепланировку. Должен ли он взять у нас, у соседей разрешение письменное или нет? Ну, и это вообще перепланировка или изменение, функциональное изменение квартиры, помещения. Она регулируется нормативными документами. В принципе, есть закон об архитектуре, градостроительстве. Есть подзаконный акт, это исполнение этих документов. Есть приказ Министерства национальной экономики, 750, если я помню, где-то до 2015 года. Вот там есть порядок выдачи разрешительных документов. В этом документе именно там указывается, вот при перепланировке помещения и изменении помещения. Здесь необходимо согласие, согласие собственников помещения, вот это помещение. И если затрагивается интересы других соседних помещений, вот необходимы нотариально заверенные документы. Ну, а какой в данном случае, какой интерес соседей может быть затронуть, если речь идет о перепланировке внутри квартиры? Ну, если перепланировка внутри квартиры, если она не затрагивается конструктивной частью, в принципе, здесь само, если помещение квартиры здесь остается, согласие, нет необходимости. Ну, а может человек, допустим, сказать, вот эта несущая стена, я ее оставляю, основной каркас, а вот в середине я прорублю и сделаю дверь или большую арку? Такое вообще возможно? Здесь необходимо, в любом случае, я так думаю, именно, как это, рекомендательный документ или хотя бы техническое обследование специализированной организации или специалиста, имеющий, конечно, это аттестат или лицензию. А вот как у нас многие делают? Раз уже сделают, потом идут в организацию, приводят специалиста, а потом соседи вызывают специалиста в ГАСК. И если идет нарушение, что вы будете делать? Есть и вот уже выполненный объем строительной работы. Здесь уже все равно хозяин, он не может знать, где несущие конструкции, где второстепенные там вспомогательные просто перегородки. В этом случае, в принципе, если затягиваются какие-то несущие способные конструкции, в этом случае у нас есть административный кодекс. По этому кодексу мы, в принципе, сначала делаем проверку, потом, если действительно она подтверждается, тогда мы привлекаем к административной ответственности. Ну, а человека обязуете восстановить? И обязательно, это, в принципе, потом тот собственник или хозяин квартиры, он привлекает специалиста, что именно какие там несущие способности затрагиваются, что возможно или нет, насколько это опасно. Все это, в принципе, дает общее заключение. По итогам этих заключения, в принципе, дальше уже идет определенное. Или необходимо готовить какие-то проекты, экспертизы, и дальше. Нурман Анатолий Берденович, вот какие документы разрешительные должны быть на руках у человека, который затеял перепланировку в свою квартиру? Ну, здесь вот как раз вышли, перечислены нормативные документы, там четко указывается. Необходимо в любом случае, в первую очередь, они пишут свой документ на это помещение, его подтверждающие. Право собственности. По следующей там идет согласие как раз собственников самого помещения, потому что есть там же ни один прописан, ни один собственник. Потом, если затрагивается интерес в соседних помещениях, необходимо согласие, реально заверить согласие их помещения. Потом, если какие-то инженерные коммуникации затрагиваются, тогда их там тоже, какие-то технические моменты тоже, потому что они могут дополнительно что-то, какие-то перенос водопровода, газопровода, всякое может быть. Поэтому их необязательно согласие, техническое задание должно даваться. А потом необходимо получить, если несущие способности она затрагиваться, необходимо тогда получить в любом случае архитектурно планированное задание на проектирование. И на основании этих документов готовится проект, потом экспертиза, а потом у нас разрешительный документ должен получиться. Ну как разрешительный? Не разрешительный у нас, как сейчас называется, а уведомление. Они нас уведомляют, что сейчас они хотят перепланировать. У них имеется наличие вот таких документов. Ну, кроме того, еще удостоверение личное, если что-то было. И там, в принципе, если помещение где-то выходит за пределы, то обычно бывает на первом этаже. В этом случае там топографическая съемка, дополнительно есть там такие требования. Ну, вот человек вас уведомил письменно, что я планирую сделать перепланировку. Ваши действия? Наши действия мы после получения, мы, в принципе, принимаем и проверяем на соответствии с нормативным документом. Проверяем проекты, какие там есть исходные документы. В следующем мы в течение, у нас нормативный срок есть, в течение 5-8 дней, мы выезжаем на этот объект, в принципе, предупреждаем, а потом выезжаем туда, проверяем, инспектируем. Если все соответствует, мы тогда, в принципе, даем положительный там инспектирование, заключение. И один экземпляр инспектированный документ мы даем заказчику. А если что-то, какие-то нарушения есть, мы, в принципе, тогда уже в тот момент сразу выявили, даем предписание на определенный срок, чтобы они привели документы в соответствии. Если там что-то начали, тогда мы уже привлекаем даже сразу к административной ответственности. Открываем обычно проверочный лист, регистрацию в прокуратуре. Ну, а если вот соседи посмотрели документы, человек предоставил, вот у меня все эти документы есть, они считают, что, может быть, где-то, ну, не доверяют человеку, могут они обратиться в ГАСТ, чтобы вы пришли с дополнительной проверкой? В принципе, каждый гражданин имеет право, в принципе, обратиться в соответствующие органы. Ну, раз хотят в строительство там что-то, какие-то документы, в принципе, могут обратиться. Тем более соседи же, ну, вот сказать, вот такой-такой-то, достроят, или перепланировкой занимаются. Насколько у него, разрешите, здесь вдохнует. В принципе, мы по этому сигналу тоже можем так визуально или так проверить. В принципе, можно проверить. Есть ли какой-то номер телефона, по которому люди могут позвонить и получить те или иные консультации? В принципе, у нас есть, да, почему? На сайте телефон, вот мой телефон тоже служебный есть. 24, 75, 06, 05, это инспекция города. Потом районные инспекторы есть. И приемные есть, поэтому, в принципе, контактные у нас. Интернеты есть, там проблем нет. Понятно. Что бы вы пожелали всем, кто нас сейчас смотрит? Ну, конечно, я пожелал бы, чтобы кто бы, например, захотел бы что-то перепланировать, или что-то строить, или что-то изменить там. Ну, кроме квартиры, конечно, там еще много что-то строится. Ну, желательно, конечно, если они сами где-то слабо знают, могут обратиться в нашу организацию. Можно обратиться в Акимат, где-то отдел архитектуры там. Какие-то исходные разрешения документов можно получить. Все информацию получить. По следующим, ну, дальше работать. Потому что, в принципе, все вот эти материалы, я имею в виду, нормативные документы, они в открытой форме, в открытом пространстве. Поэтому интернет есть, например, вот сайт Адлет, там все информации есть. Какие разрешения, что можно получить. Ну, спасибо, что были сегодня с нами. Всего вам доброго. Спасибо вам тоже. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин